Что думаешь? Ну, что? Три пули в теле, одна в кухонной горке, всего четыре. Многовато для самообороны. Ладно. Увози тело. Увози тело. Что вы взяли? Увози тело. До свидания. Лучше прощайте. Лучше. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Ладно. Понятия не имею. К ужину будешь? Не знаю, ладно. На выходные хочешь, махнём куда-нибудь. Нет, не хочется в самолёте трястись. Ну, а тебе виднее. Поехали. Доброе утро, Вячеслав Иванович. Доброе. Несмотря на все сложности в борьбе менеджмента банка за свою независимость от несостоявшихся партнёров из Trade Invest Group, нам удалось заработать за последний месяц более 56 миллионов рублей. И это на фоне того, что, по статистике Национального банка, ведущие финансовые учреждения нашего сегмента понесли суммарные убытки на сумму более 56 миллиардов рублей. Прибыль нашего банка обусловлена увеличением доверия со стороны клиентов. И за последние полгода нам удалось нарастить кредитный портфель Brutto на сумму 1 миллиард 125 миллионов 950 тысяч рублей. Посты... Банк продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами по части депозитных договоров. Я это беру. Поехали. Аппарат абонента включен и не находим. Аппарат абонента включен. Куда едем, Ольга Николаевна? Домой. Добрый день. Добрый день. Вячеслав Иванович, к вам там какая-то… Дядь Слав! Дядь Слав, это я! Пошла вон от меня! Погоди! Погоди! Кто я? Погоди! Племянница ваша, Жанна, из Гремячинска я, приехала вот, мама умерла, я вам телеграмму давала, вы не получали? Дядь Слав, вы с мамой не общались, но старые ссоры, столько времени прошло. Кто старое помянет, тому и глаз вон. А я вас помню. Я помню, как вы меня к потолку подкидывали, а я хохотала. Мама говорила, что вы другой стали, а мне кажется, вы совсем не изменились. Дядь Слав, а в Гремячинске работы совсем нет. Я в прошлом году кулялка наша закончила, на менеджера училась. И вдруг тут с мамой, я подумала, поеду я к дяде Славе. Ой. Проходи, проходи. Да? Здравствуйте. Это что такое? Это племянница, любимая. Принимай лапа. И откуда? Из Гремячинска. Слава Евгеньевна. Расскажите они с «АFunой лапом» и убили с кемсиг letters, которых он сам такие ребята. Действопольные культуры. Девочка. Аллаху. Любатя кукс unquote полет. Вон. Я côté с Rechts視 Logo. Вон я была очень интересная методом. Как там Гремячинск? Ой, у нас в последнее время столько всего нового открыли. Вы все? Да, да, да. У нас супермаркет есть, интернет на почте, три школы, колледж, кулёк мой, где я училась. Бузя, ты решил вернуться к корням? Лапа, заткнись. Аппарат абонент выключен. Чаю, дядя Слав? Угу, поставь. А тётя Оля уже легла. Ну и? Да так, ничего. Доброй ночи. Это цепь ручного плетения. Потрясающе. Как подчеркивает, изгиб шеи. А покажите мне, пожалуйста, вот эти часы. Какие? Так, а где они? Вот эти. Да. Боже мой, Маришка. Оль, подержите. Ничего себе. Олечка, я смотрю, ты это или не ты узнала. Маришка, какими судьбами? Как тут здесь вообще оказалась австралийская душа? Ну, я не знаю, ветер переменился и опять в родной гавани. У тебя снова бздэнс. И опять и снова. Я тебе всё расскажу, только не здесь. Давай где-нибудь посидим, а? Так, колонн я беру. Хорошо. Сейчас, одну секунду. Я тебя жду. Иди сюда, моя девочка. Ой, ты какая пусечка. Да, познакомься. Лолита Фёдоровна. Лолита Фёдоровна, здравствуйте. Так. Мне, пожалуй, ещё вот это вот кольцо. Подарочную упаковку. Да. Часы. Нет, их упаковывать не надо. А это кто с тобой? Это племянница Жанна. Из этого, как его? Из Гремячинской, тетёрь. Вот так. Ой, давай сюда зайдём? Давай. Жанна, подожди меня пока в машине. Мы поболтаем. Ага. Лолита Фёдоровна, может, вы пока побудете с Жанной? Но только не гладить. Она этого не любит. А это Славкина племянница. У него сестра умерла, и вот она теперь всё время со мной. Слетит, что ли? Да нет, не думаю. Добрый вечер. Мохита, пожалуйста. И космополит. Ну и тядька. Да ты буржуйка. Прямо на пляже подвалил, и на ломаном английском, экскьюзми миссис. Как пройти? Сидне опера. А у него на лбу написано вот такими буквами, залог. Ну я ему, конечно, по-русски говорю, что вы товарищи. И я пока ещё мисс. Ну он так и сел. Вот так и спелись. То есть какая там опера. Боже, еле до номера добежали. Ну он тебе, конечно, скажу я. Кинг-кунг. Да ты что? Зверь. Но, что характерно, там кофе в постель, устрицы в номер, шампанским поливал. А тут, ну гусеница просто, понимаешь? Тутовый шелкопряд. Сучит, сучит, ножками денежку придёт. Оля, ну поговорить-то не с кем. Посмотри, там за стойкой. Молодой Жан Рено. Студент наверняка. Девки в общаге пищат, а закончат свой вуз, будет в офисе с утра до ночи деньги рубить. Сколько-то! А-а-а! А Кузя, теперь генерал? Иди ты! Да, мы зимой его лампасы обмывали. А Галка всё, генеральша. Сказала, до свидания всем диетам. Ну и теперь положено быть толстой. Ну и как она выглядит? Ну, так. Мариша, подруга дней моих суровых… Ладно, бери. Что смотришь? Бери машину. Я Коле скажу, что подвёз, куда там тебе. И с кикиморой твоей улажу. Мариша, ну ты… Фея, я знаю, дуй давай! Давай! Тётя Оля вернулась. Тётя Оля вернулась. Хорошо погуляли? Да, замечательно. Сто лет не виделись. Хочешь, завтра сходим куда-нибудь? Нет, Бузечка, я не могу. Мы в салон записались. Надо же как-то поддерживать экстерьер. А что, у тебя завтра ужин с партнерами и женами? Да нет так. Накатило. Опоздали, баронесса. Дурак ты, Паша. А что, дурак ты Wein? Знаешь что такое… Да нет, банды.. Это дурак это, да ли... ывайтесь на твой, дурак, потому что все и вов 이후 рыбы модели… Ты был в издательстве? Угу. И что? Так, опять отказ. Не формат. Идиота. Не то слово. Всякую дребедень печатают в Ворониных всяких оттуда. А я люблю Воронину. Дурочка-то моя. А я тебя тоже люблю. И твой роман. Это не роман. Это сон во сне. Это ты, мой сон во сне. Я так боюсь проснуться. Все время представляю, вот тебя напечатают. Вручат какую-нибудь премию. Ты наденешь пиджак, мои часы. И тогда смогу тебе что-нибудь подарить. А ты можешь. Уведи меня. Укради. Чтобы муж не нашел. Павел Проскуин. Двадцать восемь лет. Безработный. В прошлом актер написал книгу. Пытается ее напечатать. Живет на гонорары от съемок. Так, массовка в кино. Неудачник, слабак. Женщины таких любят. Вы свободны. Что? Что такое? Что? Дверь там. Конверт получите у секретаря. Ира! Да, Вячеслав Иванович. Ира! Да, Вячеслав Иванович. Чай? Кофе? А-а-а-а-а-а... А-а-а-а-а! Пакеты в дом? Я сама. Пакеты в доме. Где ты была? В магазине. Где ты была? Где ты была? В магазине. В магазине. Тетя Оля, покупки! Я тебе не тетя! Тетя Оля. Тетя Оля. Да. Уволить всех на хрен, а фирму закрыть! Куда?! КОНЕЦ 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 Будешь? Твое здоровье! КОНЕЦ ПРОДЕЩИЕ КОНЕЦ КОНЕЦ ИНТОР КОНЕЦ КОНЕЦ Крош, пора. А то карета превратится в тыкву. Субтитры сделал DimaTorzok Тетя Оля вернулась. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Ольга Николаевна. Тосты с медом, омлет. Будете? Доброе утро, Ольга Николаевна. Тосты с медом, омлет. Будете? Дядя Слава уехал? Это все дядя Слава. Сам. Ну, я только подсказала немножко. Бог в помощь, адвокат. Привет. А, Слава. Сказал Бог, чтоб ты помог. Подвезти. Плакал тетя Оль, ну как ребенок. Он очень на себя рассердился. Говорит, да я приревновал просто. Ну, а кому вас ревновать? Он так устал на работе. И Мариша ваша что-то его бесит заочно. Можно? Мариша. Мариша. Жанна, я забыла совсем, у нас гости сегодня. У тебя вообще есть что-нибудь вот одеть, кроме этого? Да. О, вот этому да? Это нет. Вот это по мере? Так, тут тебе не геническ. Гремячинск. Какая разница? А я что одену? Нет, тетя Оль... Мере давай. Вот это я и надену, что ли? Так, это как-то... И этот дурень, представь себе, не подписал брачный контракт. Разводился со слезами на глазах. Не от горя, конечно. Жена обула по полной программе. И остался, как макака, с красной, голой... Это Бубуин, Федя. Кто ж про них слышал-то тогда, двадцать лет назад, эти контракты? Мы ж тогда все на Перловке сидели. Да сардельки по выходным. А тебе-то чего дергаться? У тебя-то все в порядке? Да ладно! Прибыль растет, счета в надежных местах, жена хорошеет на глазах. Ну ты ж не дурочку модель себе взял, которая на деньги повелась. У тебя-то брак, ого, ого. И в радости, и в горе? Да. И только смерть разлучит нас. Ладно, все пока. Господа, Jesus loves us. Что значит, Господь любит нас. Главное, себя не потерять по дороге. Главное, бабки не потерять по дороге. А этот все о своем. Большие люди, большие проблемы. О! Да. Поняла. Я — большие люди. Угомонись, Гилл Гейтс. Ты — большие проблемы. Да. Кстати, анекдот. Три, такие крупные, достаточно упитанные женщины, садятся в такси на заднее сиденье. Вот. Едут, чувствуют какое-то неудобство. Чесновато вот как-то. И одна говорит, слушайте, девчонки, есть идея. А давайте-ка сядем шифером. А-ка сядем шифером. А-ка просто �ал auditor. Стой. Едete. Садятся посадочными 법ители, а-ка... Неужели это мы, а? Десятый класс. Ну, дуры. Веришь ей в большую, чисто. Так, ты мне расскажешь, кто он? К кому ты ездила? О, он нас всех спас. Оптимизировал. Кто хотел работать? Работает. Больше, лучше, дешевле. А всех штропчивых и креативных в топку. Так что мы на кризисе поднялись. Да, кризис — это хорошо. Чакры прочищает. Особенно с жёнами. Как поведёт себя в тяжёлое время. Какие кони выкинет. Но лично я спокоен. А мой спокоен, как удав. Думает, я от него никуда не денусь. Ай, ладно. Живи в своё удовольствие. Кайфуй. Покупай себе бриллианты. Купайся в деньгах и ни о чём не думай. У меня, как твой Паша, у меня таких трое. Угу. В параллельных мирах. А мой муж спит спокойно. Нет, нет. Ты не понимаешь. Я же… Я же чего-то ждала. Я ж думала, у меня семья. Я очень хотела детей. А потом, когда… А после стольких попыток и вообще стольких лет родила… Ну, ты знаешь, да? Знаю. Ага. Моя Анечка, она только месяц прожила. А потом, потом выявили эту травму мозга. Она во сне умерла. Так, с улыбкой. А Слава был в командировке. Ну, он не смог отложить. Хотя он знал диагноз, меня видел. И вот как-то и не понимаю, почему. А ты подумай, у тебя хоть месяц было это счастье. А кто-то на это даже не может… Ладно, тихо. Всё, всё. Надеется. Одна пустота. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. А ты можешь гарантировать, что она за твоей спиной… А ты можешь гарантировать, что она за твоей спиной… Ну, короче, ты ей веришь? Себе верю. Это да. За ней слежу. Если узнаю вдруг, что, прибью обоих. Хотя нет. Я и кара пострашнее. Денег лишу. А её Альфонсу башку снесу. Ага. Двадцать лет выдержки. Хороша, Маша. Хороша, Маша. Хороша, Маша. Мир? Хороша, Маша. Опаздываем! Ты слышишь? Да. Нет. Сейчас. Да, всё остаётся в силе. Только вы смотрите, не убейте его там. Сильно. А зачем вам его фамилия? У вас же есть и адрес, и фотография. Хорошо. Проскурин. Проскурин. Вот и приезжайте. Лапа, ты скоро? Цигель-цигель, алюлю. Да-да, я иду. Аппарат абонента выключен. Лапа. Браслет забыла. Оля! Браслет! Да бог с ним! Я быстро! Немедленно берёшь такси. Мне нужно предупредить одного человека. Пятьсот баксов. Хорошо. Немедлиё. Нам-симедлиё за 군도. Капまり ты не собираешь. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это всё за последний год Да? Я пойду смотреть? Да, пожалуйста Возможно Всё-таки Стоящие предложения довольно такие В чем дело, парни? Ах! 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 Хорошо Извини Скажите, а здесь можно ехать побыстрее? Давайте побыстрее, пожалуйста Ах! 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 Иди сюда! Никотина! Ах! Ну-ка подожди Аппарат запоминен Иди сюда! Заходим Тут Вы Павел? Ну как? Ой, Ольга Николаевна, а я вам звоню, а у вас занято. Что с ним? Все в порядке, Ольга Николаевна, живой. Немного помяли, правда. Как? Ну не смертельно. Я вам позже перезвоню, хорошо? Ты чего такая взвинченная, лопатка? Шампанское. Не прикасайся ко мне. Тихонько. Да больно же. Спасибо. Ну-ка, спасительница, отвернись. Тихонько, вы бы телефон зарядили, волнуются же. Ну как, занимательный романчик? Ну как? Занимательный романчик? Да. Гадость какая. А где Жанна? У нее выходной. Давай. Доброе утро, Вячеслав Иванович. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Где Ольга? У адвоката. Где? Где? Добрый день. Проходите. Тихонько, проходите. Тихонько, проходите. Мама… Вы больной! Вам лечиться надо! Господи, ненормальный какой-то. Запись, стоп, перемотка. Реагирует на голос, сам включается. Высокая чувствительность. Удобен за счет маленьких размеров. В некоторых случаях крохотный размер. Преимущество. Да. Пробивайте. Ой-ой-ой, девушка, вы много дали. Тут на два диктофона хватит. Ой-ой-ой, девушка, вы много дали. Тут на два диктофона хватит. Ну, я… Ну, тогда давайте два. Я ей не звонил, не хочется. Когда мы с тобой увидимся, я соскучился. Алло. Алло. Мышоныш. Нет, это не мышоныш. Это кот. Понял меня? Простите, вы, видимо, ошиблись. Нет, это ты ошибся, гаденыш. Видишь лавочку? Сядь. Давай-давай, садись. Садись. Ну, вот и молодец. А теперь сиди и не дергайся. Сейчас к тебе подойдут. Только без шума. Только без шума. Поехали. Поехали. О, привет. Кто тебя? Кинг-Конг меня застукал с барменом нашим. Ну, помнишь, этот пацан в кафе. Ужас какой. Да ужас не в этом, а в том, что я, идиотка, не проследила за его махинациями. Он все-все записал на родственничков своих, и теперь у него за душой ни копейки. И этот ноль при разводе делится напополам. Да ты что? И теперь все мое состояние, Лолита Федоровна. Кто это? Да собака, это господи. А, да-да, извини. Ну, ничего, ничего, ничего. Мы еще повоюем. Я подниму связи. Он у меня, сука, еще будет на коленях ползать. Тварь. Оля, ты не можешь мне пока штук пять-шесть баксов отдалить? Пожалуйста. Да-да, конечно, ты даже не думай. Паша, ну, наконец-то! Оля! Ольга, не надо, я не могу больше так. Пашенька, пожалуйста, он не посмеет. Я подам на развод. Ну, ты не сможешь со мной. На что мы будем жить? Какой там рай в шалаше? Я была адвоката. Половина денег моих. Пусть только попробует не отдать. Да так просто тебя муж не отпустит, ты понимаешь? Да. Почему ты ушел? Я ж тебе сказал, сидеть. А теперь подойди к окну. Посмотри на небо. И хорошо подумай. А хочешь ты его увидеть и завтра тоже? Это он? Или… Если у тебя кто-то есть, узнай и убью. Убью. ты сезон, я не знаю. А сейчас сезон… Молодец… Убью. Убью! 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 Напечатывай в красивой бложке. Хочешь, потом исчезни, если меня боишься. Хочешь, нет, как хочешь. Искать не буду. Ты ведь и так молчать будешь. Ну, в общем, смотри, смотри. Не сделаешь ты, сделаю другие. А почему я-то? А это моя месть тебе. Вот здесь задаток. Сто тысяч. Тебе и их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Я не убийца. Да нет. Ты хуже. Ты… Ты безвольная, трусливая бразь. Поэтому ты возьмешь эти деньги. Возьмешь этот пистолет. Пройдешься вечером до магазина на Латышево. Она сегодня будет там. Так… Музыка Здравствуй, здравствуй. Зак… Как интересно? Вы себе это представляете. Просто. У магазина с парковкой туговато и обычно она оставляет машину в тупике, неподалеку. А обратно возвращается через узкую арку. Так, ближе идти из магазина. Место идеальное, ни свидетелей, никого. Продолжение следует... Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Сможешь. Ты что делаешь? Я… Да вот это… Ужин. А, еще прибраться нужно. Ужин? Да. Дядя Слава просил вас никуда не уходить. Тетя Оль, ой, извините. Ольга Николаевна, он хочет вам сюрприз сделать. Ну что ж. Пусть так. Что за повод? Ты же знаешь, сегодня пятница, я хотела пойти Кэнни в магазин. Сюрприз. Да возьми, наконец, телефон! Извините. Да, алло. Кавалеры? Да это из Гремячинска, дядя Слав. С кем поведешься? За нас. За нас? С кем поведешься? Да. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ С годовщиной тебя, Лапа. Она сегодня, я не забыл. А не тогда, когда ты бросила мне подарок в лицо. Славочка, ну ты меня просто избаловал. Открывай, открывай. Что это? Диктофон. Зачем? А ты послушай. Тебе должно понравиться. Вот, нажми вот здесь. Музыка. Вот здесь задаток, сто тысяч. Тебе и их до старости хватит, стоит только раз рискнуть и твое будущее в твоих руках. Ч-ч-ч, ты послушай, слушай. Я не убийца. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Выключи. И что? Что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги. Который любит только себя и свое сраное творчество. Это неправда. Да? Ну, тогда иди к нему. Иди! И обязательно зайди вечерком в магазин на Латышева. Рискнешь? Ольга, лапа ты моя. Что же мы делаем-то, а? Что с нами стало? Уйдешь от меня к нему голой! Поняла? Да ты наконец реши, чего ты хочешь убить, меня уговорить остаться! За что ты мне мстишь, Валицкий? Да я не мчу. Я люблю тебя, лапа. Стрядь! Слизнёк баба! А он? А он не баба? Нет. А пистолет взял! А как бороться с тобой? Как с вами бороться? Вы ж дышать не дают! А пистолет взял! Этот! А как он? Идиот! Он меня любит! Он мне все рассказал! Вот дерьмо! Вот мразь! Ну, что ты доказал себе? Что ты доказал себе? Господи боже мой! Да я же не хотел тебя потерять! Валицкий! Это я посоветовала ему! Чтоб он на все соглашался! Мне стало интересно, как далеко ты зайдешь! Теперь я знаю, что после всего, после восемнадцати лет жизни, ты способен убить меня! Или выкинуть на улицу, как старую собаку! Оля, прости меня, пожалуйста, прости! Я не знаю, что со мной происходит! Я правда не знаю! Давай начнем все сначала! Пожалуйста! Я боюсь! Я правда! Я боюсь! Все! Убивать передумал! Дура! Да там холостые патроны! Давай проверим! Папа! Что это? А значит, ты правда? Правда хотел? Отдай! Отдай пистолет! Потом я… Оля! Не надо! Оля, не надо! Не надо! Тут что-то… Ошибка? Стой! Тетя, тетя Оля! М-да. Богатая тоже стреляет. Черт с какой рыбалки меня выдернули. А из-за чего Виссербург? А из-за чего Виссербург? Вроде она хотела развестись, а Ваня хотела делиться. У нее диктофон был с записью, как муж ее заказывает. Короче, буржуи деньги делили. Ладно. Увози тело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где вдова? А ее прислуга успокаивает. Эта, которая в очках? Угу. Понял. Приведи вдову. Я хочу с ней поговорить. Капитан Бояринцев Олег Николаевич. Скажите, вы с мужем жили хорошо? Нет, мы плохо жили. Я успел поговорить с этой девушкой Жанны, которая работает у вас в доме. Она сказала, что у вас был… Любовник. Но мы же взрослые люди, не будем подбирать слова. Давай взяли. И… Значит, ваш друг принес вам запись разговора, во время которого ваш муж предложил вашему другу вас убить. Запись здесь. Угу. Запись здесь. Да. Вы послушали запись. И… Я поставила ее мужу. Ну, потребовала объяснений. А Слава… Слава… Ну, он испугался и набросился на меня. А Паша, он дал мне вот этот пистолет. И я выстрелила. Четыре раза? Ну, я не умею стрелять. Он хотел вырвать у меня пистолет, но мне стало страшно. Спокойно. 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 Давайте послушаем запись. Да? А... Ну, что… Вот… Вот здесь задаток сто тысяч. Тебе и их до старости хватит. Стоит только разрискнуть, и твое будущее в твоих руках Я не смогу Сможешь Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену Выключим И что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги Лапа, что это? Так значит, ты правда? Правда хотела? Отдай, отдай пистолет, потом я Оля, не надо, Оля, не надо, не надо Тут что-то ошибка Стой! Тетя, тетя Оля! Да, в моей практике такое впервые Самой надо было выключать Может быть, муж не на ту кнопку нажал и Лет пятнадцать Не меньше Умышленное убийство, да еще такое жестокое Гражданка Валицкая, я задерживаю вас по подозрению о умышленном убийстве Валерий Иванович, сейчас покурим ваших Месяц не курю, Андрюша Лучше прощайте Лучше прощайте Что мне делать, Жаня? Тихо-тихо! Дядь Слав! А что, если вам предложить этому Павлу убить тетю Олю? Что? Вы дадите ему кучу денег, пистолет Но только что патроны там были не настоящие А сами запишите ваш разговор на диктофон И тогда тетя Оля поймет, что он ничтожество и бросит его Слушай, а че это вы мутитесь, дядя? Он говорит, холостые, ты боевые Боевые, боевые, мой друг Да мне пофиг, деньги давай У нас нет другого выхода, они нас уничтожат Расскажи Ольге, что муж заказал ее и отдай ей пистолет Втолкую, что если она его не убьет, он убьет ее Люблю тебя Мышоныш, родной Мышоныш, родной Мышоныш, родной Поскольку вы единственная наследница, в завещании нет необходимости. Формальности я улажу в течение двух-трёх месяцев. Теперь ещё одно. Что делать с вашей тётей? Мы будем её защищать? А вы бы стали защищать убийцу единственного родного вам человека? Думаю, нет. Жанна Игоревна, опять этот маньяк на линии, представляется Павлом, говорит, что ваш жених. Ирочка, ну решите как-то эту проблему. Объясните больному человеку, что жениха у меня нет и ни с каким Павлом я не знакома. А если он будет названивать, проследите звонок и отправьте туда охрану. Ирочка. Цирк какой-то. Бывает. Смотри. Добрый день. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Субтитры создавал DimaTorzok Ты новенький? Я раньше тебя не видела Так точно, Жанна Игоревна. Прошел конкурс, буду самым модным водителем у самой красивой бизнес-леди в мире Какой ты быстрый. Откуда ты взялся? Мне твое лицо кажется знакомым Да вряд ли. Я из маленького городка. Гремячинск. Может, слышали? Субтитры создавал DimaTorzok